Не случайно в странах, где популярно ферментированные овощи, наблюдается более низкий уровень смертности. Не зря раньше солили огурцы, квасили капусту и мочили яблоки. Процесс ферментации называется искусственным пищеварением. В кишечнике живет 80% клеток иммунитета, и основная задача такой еды – нормализовать работу кишечника. Сейчас я приготовлю полезную для нашей микрофлоры ферментированную капусту, улучшающую пищеварение. Такая капуста будет содержать в себе самые полезные микроорганизмы и пробиотики. Можно делать это в катке, если у вас такая имеется. Ну а я покажу вариант попроще в обычной литровой банке. На литровую банку мне понадобится половинка среднего вилка капусты белокочанной, чайная ложка семян укропа, столовая ложка без горки каменной соли и 1 чайная ложка ягод клюквы. Ингредиенты подготовлены. Острым ножом шинкую мелко капусту. Готово! Добавляю семена укропа, соль и клюкву. И перемешиваю. Просто перемешиваю без всяких усилий. Капуста сама пустит сок. Посмотрите, прошла всего 1 минута, и она уже начинает пускать сок. Осталось утрамбовать капусту в банку. Каждый слой перекладываю лавровым листом и чёрным перцем. Готово! Посмотрите, какая сочная капуста! Накрываю капусту вот такой крышкой или марлей и оставляю под столом при комнатной температуре. Через 2 дня сок, который образуется в банке, готов к употреблению. Обычно его пьют по 50 грамм. Утром натощак для здоровья организма и для растворения камней в почках и желчном пузыре. Можно этим соком умываться. Это полезно для кожи. Сок пьют 1 раз в день, утром натощак, в межсезонье. Это отличный вариант поддержать иммунитет. Через 2 дня после того, как капуста постоит под столом в комнате, перекладываю её в холодильник. Литра, конечно же, мало. Это я на примере показала. 3-х литровый бутылёк будет как раз. Но на 3-х литровый бутылёк пойдёт примерно 3 кг капусты и 3 столовые ложки соли. Всё остальное добавляйте в разумных мерах. Лавровый лист, клюкву и так далее. Кстати, если клюквы нет, можно и без неё. Вместо клюквы добавить морковь. Через пару дней готовый салатик кладём на тарелку. Добавляем льняное масло, чеснок. Всё для пользы дела. Если человек до этого питался неправильно, и в кишечнике есть большие скопления отходов, капуста вычистит всё лишнее.